Всем добрый день! Здравствуйте! Добрый денёчек! У нас сегодня будет коротенький стрим, потому что я рано уйду! Здравствуйте, Марк, привет, Дракула! Всем добрый день! Приветики, антропоморф! Здравствуйте! Good, good, утро! Good morning! Good morning! Забыла, забыла, как утро по-английски! Доброе утро! Доброе утро! Здоровки, привет, Бугага! Всем здравствуйте! У нас сегодня совсем немножечко поболтаем, совсем чуть-чуть, и пойдём играть в... Валден Ринг! Я думаю, мы сегодня в Валдене только успеем, наверное, до пройти того несчастного босса, которого у нас не получилось пройти в прошлый раз за мои миллионные попытки, но чё поделать, чё поделать? Вот, попробуем воды пройти. Почему-то Бот подумал, что я сердежки вам показываю, потому что тут... 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 Знаете, какой сон мне сегодня снился? Мне сегодня снился сон, что я беременна, и что у меня дикие схватки. Причём это я их чувствовала, то есть у меня сильно болел живот. Не знаю, может быть, у меня во сне болел живот, и типа мой мозг как-то ассоциировал это с беременностью. Вот. Но, короче, у меня снился сон, потому что я беременна, у меня дикие схватки. Я всю ночь спала с болью в животе. Мне не понравился этот сон. С первым днём весны. С первым днём весны. Бородач, здравствуй. Доброе утро. Погода там, конечно, не особо весенняя, без солнышка. Я часто помню, что часто 1 марта было солнышко, сейчас солнышка нет. Но всё равно на улице... Уже плюсовая, уже плюс 2 в Москве. Вот. Так что я рада, что теплеет. Наконец-то. Наконец-то мы пережили это самое худшее время в году. Зима. Зима. Вот это зима. Вот это вот зима. Холодная, мерзкая зима. Наконец-то. 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 У меня сегодня вообще утром началось прекрасно, потому что мы там списались с подругой. Она рассказала, что нашла себе boyfriend. Да? Я такая... Е-е-е-е. Е-е-е-е. Ну, хорошего, она сказала. Вот. Я такая... Е-е-е-е. Вот. Я такая... Какое хорошее утро, замечательное. Всё прекрасно. Всё ещё суперкруто. А потом я завтраком посмотрела шестую серию «Моба-психа» третьего сезона. А разревелась. И думаю, что за эмоциональная качеля с утра. Порадовались, поплакали, порадовались, поплакали. Утро надо испортить. Да, здрасте, здрасте. Доброе утро. Доброе утро. Здрасте, здрасте, Марк. Я думаю, кошмар. Блин, «Моб-психа» такое хорошее аниме. Но только не в профессиональной озвучке. В профессиональной озвучке он как-то не даёт своего вайба. Вот этого вот крутого уровня кринжа. Иго. Вот, его нету. Поэтому надо смотреть какой-то вот любимой озвучке. Не профессиональной, не многолосой. «Моб-психа» — это не детектив. «Моб-психа» — это, ну, скорее, «Сёнэн». Такое не детективное аниме. Такое, скорее, приключенческое. Зашёл на бусте, офигел. Не думал, во-первых, что ты занимаешься косплеем. Во-вторых, увидел всё это пикантных фотографий. У тебя на стриме сложился образ порядочной няшки. А мне нельзя делать красивые фотографии и быть порядочным человеком? «Порядочность» — «Ана-туть». «Ана-туть», «Ана-туть Дракула». Подпишись, кстати. «Ана-туть». Здравствуйте, Андрей, привет. «Сёнэн», да, «Сёнэн», здравствуйте. «Приветики Семёнский». На русском, пожалуйста. «Сёнэн» — это жанр же типа анимешек про эти, ну, про всяких супергероев. Вот «Ван Пис Сёнэн», «Наруто Сёнэн», «Блич Сёнэн», «Бусти» прям, ну, буквами там вот так вот. «Б-О-О-С-Т». Там новый косплей вышел, кстати, и «Сигна» я выложила. И в телеге выложила «Сигна», где удобнее можно посмотреть, которые заказывали. «Сигна» про «Дам Гараж» мне больше всех нравится. Реально. Сейчас я вам покажу. А, это не то, блин. «Продам Гараж» другая. Вот. «Продам Гараж». Это, кстати, лучшая фотостудия, в которой я снималась. Она самая дорогая вышла из всех, что я снималась. Вот. Но лучшая, потому что раньше я снималась в таких немного очень бюджетных фотостудиях, дешманских. И там везде все подранное просто. Ты потом в фотошопе сидишь, вот эти стены, вот эти дырки в стенах, вот в фотошопе же замазываешь. Потому что, ну, не канон, некрасиво. А тут прям, ну, я всего одну дырочку на стене замазала. Все остальное красота. Светлое все, розовенькое, нежное. Да, вообще, фотосет очень нежный и красивый получился. Я на бусте не сижу и на инсте, я просто решила глянуть, что за косплеи. А вот все косплеи можно глянуть вообще в группе у меня, в паблике. Потому что на бусте я закрываю фотосеты. Во времени там истечения они закрываются. Но почему-то я все забываю в паблик ВК выложить гаечку. Все забываю, я все хочу. Почему-то как-то вот гаечка обошла в ВК. Она везде уже была. На Пикабу, на Пикабу, кстати, все косплеи. Вот там, да, там все косплеи мои, которые я выкладывала. В общем, красивенько. А, я еще на фотосет... Я потеряла паспорт. Но нашла. Но потеряла перед этим. Я не знаю, там, короче, просто фотостудия находится на заводе. На заводе проходная. Там нужно показывать паспорт, прежде чем, чтобы тебя впустили. И я потеряла, я показала. А потом после фотосета такая, ой, где мой паспорт? И нету нигде. Подхожу на ресепшн, говорю, скажите, пожалуйста, вы не находили паспорт? Она такая, нет. Я такая, класс. Поспрашивала там у ее коллег, не находила ли она паспорт. Какой-то паренек сказал, что-то валялось на полу. Я говорю, и где теперь? Он такой, ну, там теперь нет. Где-то валялось. Я думаю, блин, а что ты не поднял, если видим, что валялось? Вот. В общем, я по всему заводу, поэтому моталась. Поспрашивала сначала у тех, кто как бы вот там рядом, в павильонах, как это называется, в комнатках этих. Поспрашивала, никто ли там не находился, сказали нет. Я такая, пошла к охране на первом этаже. Первый охранник говорит, ничего не нашел, нет паспорта. Я такая, я уже там сколько, пять тысяч надо за восстановление заплатить? Я уже думаю, мяу-ау. Подхожу к второму, и второй такой, на кого? Я такая, на такую-то, такую-то. Он такой, находил. И стоит на меня, смотрит. Я говорю, можно тогда мне, пожалуйста, его вернуть? С юмором такой второй охранник попался. Находил, и сидит, стоит такой. И я на него смотрю. Мне уже жарко, песец, я в одежде, я уже заколебалась. У меня тонна вещей, у меня рюкзак тяжеленный, с техникой и с одеждой. У меня с одеждой и с вещами сумка вот эта вот дорожная, большая. У меня вот этот длинный пакет с косплеем, вот этот, знаете, короче, когда на вешалку вешаешь и таким пакетом специальным закрываешь с косплеем, который тоже весит килограмм полтора, бляха-муха. Я вот этой хернёй с этой сумкой стою в одежде уже, в шарфе. Всё, я уже думала, я ничего не найду. Собиралась домой, я уже в шапке, потею вот так вот, стою на него, смотрю. Он такой, я нашёл, да, видел. Я такая, так, можешь он мне отдать тогда, пожалуйста? Он такой, можно? Сейчас. И очень медленно такой, своим почком поползал, вернул. Я счастливая, довольная. Пошла домой. А это точно вы, назовите последние пять цифр своего паспорта. Так я в госуслуги зайду, назову. Не проблем, кстати. Я не помню его, но я назову. Я помню последние цифры своего паспорта, серию номер предыдущего. А нынешнего не помню, который там в 14 лет давали.